все это старые, хорошо известные и описанные журналистами истории даже немного лет спустя, а прямо во время путинской службы в мэрии Собчака вокруг него были скандалы, парламентские расследования, доклады о коррупции о махинациях Путина писали в газетах и, по-хорошему, Путин должен был сесть еще тогда, в 96-м, когда они с Собчаком потеряли власть, проиграв выборы Путин, кстати, тогда активно работал в избирательном штабе Собчака и именно с того момента он понял, что честные выборы – это ужасная вещь, ведь их можно проиграть но тут появились два ангела-хранителя, спасшие нашего Владимира Владимировича те из вас, кто помоложе, могут спросить у людей, помняющих 90-е и хорошо вот кто тогда были олицетворением коррупции? Гарантирую вам, прозвучат два имени Пал Палыч Бородин, управляющий делами Ельцина скандалами с его откатами на стройках были заполнены газеты тех времен В Америке, в Швейцарии, где ходят триллионы долларов я думаю, что воров, если не меньше, то точно намного больше что-то о них никто не пишет и Анатолий Борисович Чубайс, он в представлении не нуждается именно этих двух замечательных людей мы должны благодарить за то, что с 96-го года Путин обосновался в Кремле сначала в управлении делами президента у Бородина как вы знаете, управление делами президента России занимается материально-техническим и финансовым обслуживанием всех центральных органов власти я буду курировать договор на правовую деятельность, я все-таки юрист по образованию а потом, цитирую, Анатолий Чубайс предложил на работу в администрацию президента сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге так Путин стал главой контрольного управления Ельцинской администрации оцените иронию, главные коррупционеры тех времен, вот они сидели и думали, кого бы назначить на позицию проверяющего в администрации кто будет проверять, но старательно не замечать коррупции и они выбрали Путина это моя профессия, это интересно для меня Путину выделили госдачу в Архангельском, служебную машину, но вообще-то о его образе жизни известно довольно мало но мы нашли отличного свидетеля тех времен, непосредственного участника всех событий, бывшую жену Путина, Людмилу в середине 90-х Людмила Путина во время своей поездки в Гамбург познакомилась с немецкой женщиной по имени Ирен и у них связалась дружба по переписке несколько лет они посылали друг другу рукописные письма, в которых Людмила подробно рассказывала о своей жизни вот эти письма, здесь 96, 97, 98 года, потом они перестали общаться бывшая подруга даже написала книгу об их дружбе с Людмилой она называется Пикантная дружба ее издали на русском в 2002 году, но с прилавков она быстро пропала, к сожалению там есть отличные фотографии уже очень узнаваемых дочерей Путина или этих женщин, как он их сам называет упомянули одну женщину, упомянули вторую мы внимательно изучили каждое слово и в книге, и в самих письмах в основном там нам совершенно не интересные рассказы о личном про погоду, про детей, гороскопы но кое-что важное там все-таки есть во-первых, откуда эти письма посылались сверху страницы можно заметить номер телефона Людмила Путин отправляла их либо из дома, либо из офиса, как она сама это пишет и этим офисом был Санкт-Петербургский морской порт тот самый, который благодаря помощи чиновника Путина оказался в собственности криминального авторитета Ильи Трабера что же там делала жена чиновника или вот, офис под названием Интеркоммерц Варник это Матиас Варник, банкир и бывший сотрудник штазе который работал с Путиным еще в Германии а потом переехал в Питер возглавлять Дрезднер Банк немецкая подруга Людмила Путина очень удивлялась тому, как близки Путины и Варник Варник оплачивал лечение Людмилы Путина из-за границы он брал на себя расходы и организацию семейных отпусков Путиных гостиницы бронировались на его имя это вообще-то называется взятка, полученная в натуральном виде Путин работает в администрации президента а немецкий банкир и бывший сотрудник спецслужбы оплачивает расходы его семьи мне кажется, именно такое и надо называть любимым путинским термином иностранный агент не мы придумали сам термин иностранный агент этот закон действует с 30-х годов США в 38-м или 39-м году был принят по-моему, в 38-м и работать прекрасно расходы Варнига на семью Путина были возмещены с лихвой сегодня этот человек, управляющий директор Северного потока а также член совета директоров Роснефти, Транснефти, Банка России, Русала член наблюдательного совета ВТБ и административного совета Швейцарского Газпрома кроме отпусков, к которым мы еще вернемся сразу бросается в глаза абсолютная помешанность семьи Путина на недвижимости к тому времени они уже получили одну служебную квартиру в Петербурге но с переездом в Москву все, что беспокоило Путинах получат ли они новую квартиру от города и отнимут ли у них старую квартиру Людмила с досадой рассказывает что их друзья Чемезовы уже получили квартиру двухэтажную и описывает ее каждый угол с точностью до квадратного метра с Сеченом, кстати, была очень похожая история но узнаем мы ее уже не из писем а из недавней книги о Путине там общий знакомый Путина и Сечина рассказывает как их расселили в служебные квартиры после переезда в Москву когда Владимир Владимирович пришел в гости к Игорю Ивановичу он поинтересовался а сколько у тебя квадратных метров и квартира Сечина была 317 метров а у Путина 286 и Сечин рассказал своему знакомому что Путин сказал лишь поздравляю но ощущение сложилось как будто он хотел его застрелить метким выстрелом в голову еще несколько недель после этого они не разговаривали из писем Людмилы мы узнаем очень много о жизни Путина уже на излете тех самых лихих 90-х с кем они общались куда ездили Людмила подробно описывает каждые каникулы вот в 96-м году они проводят 6 недель в Давосе вместе с семьей Шамаловых с которой через 15 лет породнятся несколько раз в год семья чиновника Путина обязательно ездит во Францию летом отдыхать на море а зимой кататься на лыжах а вот мой любимый фрагмент Людмила Путина разоблачает типичное путинское же вранье она описывает как летом 98-го года они поехали в отпуск в Канны на 6 недель но 22 июля Путину резко пришлось прервать отпуск и вернуться в Москву его назначили директором ФСБ выбор Владимира Владимировича Путина не случай это профессионал человек по всему спектру задачи стоящих перед федеральной службой безопасности имеющий опыт в единственной официальной биографии Путина этот эпизод тоже описан только по этой версии отпуск был не в Каннах а на Балтийском море и были там не Путина всей семьей а только Людмила и вот мы удивляемся деградации спецслужб и разгулу коррупции а чему удивляться если уже в 98-м году главой главной спецслужбы назначили чиновника семья которого полтора месяца живет в гостинице на лазурном побережье Франции но вот на какие деньги понятно что на коррупционные понятно что его ставят директором ФСБ такие же воры чтобы он решал их вопросы посмотрите на эти кадры загореленький Путин прилетев из Франции сидит в день назначения рядом с Кириенко и радуется возвращению в родной дом для меня возвращение на работу в органы безопасности это возвращение в свой родной дом возглавив ФСБ Путин сделал ровно то для чего его ставили помог коррупционерам уйти от ответственности тогдашний генпрокурор Скуратов копал под ельцинскую семью обвинял их в воровстве во взятках и для нейтрализации Скуратова ФСБ устроило целую операцию результатом которой стал показ по федеральному телевидению знаменитой пленки с человеком похожим на генерального прокурора вы сейчас увидите человека очень похожего на генерального прокурора Российской Федерации в обществе девушек по вызову мы обязаны предупредить это нельзя смотреть детям до 18 лет после публикации Путин выступил лично и сказал что это никакой не человек похожий на Скуратова а сам Скуратов и он должен уйти в отставку мое мнение по этому вопросу известно оно соответствует мнению президента и премьер-министра страны Юрий Ильич должен уйти в отставку что и случилось Скуратова отстранили от должности коррумпированная ельцинская семья была спасена и буквально через 4 месяца поняв что более надежного и соответствующего по духу человека им не найти именно семья Ельцина Таня и Валя делают Путина преемником сначала премьер-министром а потом президентом России КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok